Кандидат физико-математических наук, астрофизик, композитор, писатель, методы изучения других реальностей. Часть вторая. Да, часть вторая, потому что я начал говорить тогда в первой части именно такое совершенно, можно сказать, с точки зрения науки, крамольные сейчас вещи, как микролептоны. Что такое? То есть есть лептоны, и есть еще микролептоны. А что такое лептоны? А лептоны это электроны, позитроны, там вообще все вот эти частицы. А микролептон-то дальше еще меньше. То есть получается, что это уже близко к какому-то там, не знаю, эфирному газу, как вот сейчас там может быть, стало тоже, так сказать, пока еще не приемлемо ни в школах, ни в институтах, нигде дети совершенно проходят по старым всем программам, которые утверждены не нашими, как у нас сейчас Минобор образованием. Вот знаете, такие вот названия, которые уже даже пугаешься от них, от таких вот это... Министерство просвещения. Да, это совсем сложные такие вещи. И поэтому здесь я начал говорить о том, что самое, скажем, интересное после того, как микролептоны, очень интересно то, что у нас человек, тот самый прибор, тот самый, так сказать, система методов определения других реальностей. Почему? Да потому что у нас все тела, они разные. У нас есть физическое тело, у нас есть эфирное тело, астральное, ментальное, это казуальное, там, тело души и так далее. А они все разных частот. И Земля является тоже такой же, скажем, телом, где тоже разные-разные-разные частоты. Я все время говорю на своих докладах, уже почти 40 докладов таких, где определяю, что да, действительно какие-то помощники Бога делали что-то такое, изменяя частотность определенную. И вот интересно, что если посмотреть на самого человека, то человек может делать такое, чего практически даже ни с одним прибором не сделаешь. Ну, очень много всех вот этих спекуляций по поводу, там, телепатии, телепортации и так далее. Это все, значит, как-то, вот знаете, периодически появляется, все это потом как бы исчезает, потом опять появляется. Почему? Да потому что слишком запредельно за нашим, скажем, сознанием все эти вещи. На самом деле, да, Рабловацкая писала в XIX веке. Слушайте, когда наука-то обратит внимание на то, что на самом деле происходит, и вот почему именно древние знания, я не говорю там ведические, там какие-то восточные и так далее, значит, почему они были, скажем, со своими какими-то параметрами, а наука определяет совершенно другими параметрами. Я всегда говорю, что англосакская вот эта наука, она закрутила так сильно, что практически мы потеряли вот это понимание самых-самых-самых-самых основ. Я сейчас не буду опять входить в те самые темы, которые поднимал, и могу сказать, что посредством того, что мне дано, кроме того, что я там физик и астрофизик, изучал диссертации и так далее, но я могу еще обладать таким способностями, как еще одного такого, скажем, человеческого прибора, как музыка. И вот сейчас я хотел бы попробовать, сначала хотел бы сыграть покаяние, сегодня тема была такая, есть такая композиция у меня, другая там тема, жизнь, например. А мне хотелось бы сейчас попробовать с вами вместе почувствовать, что можно через человека определить вот эти другие реальности, потому что мы их пугаемся. Что такое другие реальности? Это какие-то сущности, это какие-то тонкие планы. Как я говорю, Серафим Саров сказал, что если вы откроете эти глаза, третий глаз, тогда вы увидите такое, что ой-ой-ой, как бы будет достаточно все это неприемлемо для самого сознания, и поэтому, может быть, у нас и закрыто вот это все, чтобы у нас не было вот этого, знаете, как бы перебора информации. И сейчас очень много вопросов, а почему мы сейчас это не видим, а раньше это видели, например. А потому что сейчас время темное, вот как они там называют, калий-юга, там, ночь сварога и так далее, все это темное время, и, естественно, это все закрылось, и мы сейчас не должны это видеть. Да, открывается, сейчас приходит утро сварога, приходит новое время, все это открывается, все это скажут. И вот, значит, попробуем посмотреть, например, вот этот элемент, а на самом деле приходит сюда свет этот или нет? Вот утро сварога, оно приходит, а может быть, просто опять идут спекуляции какие-то определенные, и, может быть, действительно, вот этот критерий музыкальный, он может показать какой-то элемент истины. Потому что, вы знаете, вот, например, сейчас можно соединить такие темы, которые вы мне скажете, и эти темы будут здесь, вот в этом музыкальном произведении. Давайте попробуем, какие темы, которые дают вот это понимание, что сейчас меняется мир, сейчас меняется состояние, сейчас меняется и наука, вот сегодня очень интересные доклады были, меняется все, я об этом говорю тоже на своих, что дернешь за одну ниточку, у тебя сыпется практически все, вся наука и по всем, по всем, по всем показателям, потому что идет волновое частотное вот это понимание науки, тогда начинается понимать очень многие вещи, и тут и атомные структуры вдруг начинают, скажем, такими непонятными конфигурациями обрастать, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, давайте попробуем, какие темы, которые мы сейчас можем вытащить и показать, что меняется сейчас этот мир. Вот он меняется. Да, пожалуйста, Евгений. Широта взглядов. Широта взглядов. Еще что? Гармония. Гармония. Ну, гармония, музыка, гармония, да, это все всегда. Еще. Великодушие. Великодушие. Новое время, великодушие. Еще. Интуиция против здравого слова. Вот, знаете, какие интересные, да, какие термины. Как вы сказали, как изменяется мир, да? Вот почему сейчас мы говорим о том, что меняются новые какие-то энергии сюда приходят. Утро сварга мы называем там, мы называем там золотой век какой-то. А на самом деле, я говорю, что один из критериев практически очень, ну, скажем так, неизреченной мысли, это есть музыка. И вот вы мне сказали, у меня просто в моем определенном поле, будем говорить, в ментальном поле, отложились все ваши, вот эти, скажем, сейчас высказывания. Я выступал, когда перед детьми Щетинина, очень продвинутыми, очень продвинутыми детьми, мне дали тоже все эти темы какие-то красивые, там, любовь, свет и так далее. А педагог, даже не педагог, а руководитель, но он очень тоже интересный человек. И вдруг он так, знаете, просто сказал, о Сталинградской битве. Я говорю, о Сталинградской битве, здесь такая красота. И когда я играл, то она появилась, потому что это отложилось. Вот сейчас у вас конкретные какие-то определенные темы. Давайте посмотрим, что я могу вам показать сейчас. Это не придумано, не сделано. И вот и все темы, они там должны отразиться. Давайте посмотрим. Маленький прогноз. Дальше должно быть очень высоким, потому что все темы очень интересные. Это почти тысяч, несколько тысяч миллингерц. ИНТРИГУДА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok У нас 50, там тоже очень хорошо все подогнали правильно, и у нас то же самое 50 гер. То есть фактически нас вот здесь, это наш мир. Понимаете, вот что нам хотят сделать. И сделали. Надо сюда, а нам здесь. Что же хорошего сегодня дадут? То же самое здесь. У меня есть одно произведение, это называется «Путешествие Гулливера». И когда у меня первые, скажем, его с лейпутами встречи, там был такой. Танец-конфильм, лепуточка. Я буду играть на следующий раз. Танец-конфильм, лепуточка. И сам круглый левый поливер. А потом он попадает к великанам. Нет, а цена. И в таком мире, ну сейчас еще рано, чуть позже будем произвели. А почему, скажите, великаны, вы переходите на такую тональность? А показать физически надо, только лишь. А если посмотреть, мы же не знаем, есть такое выражение, там, великан духа, да? Да. Ну, вы понимаете, это я все понимаю, но когда, в Голливер, в смысле, у Свифта, у него на путешествие идет в физическом плане. Если посмотреть, то на самом деле это был не физический план. Это был совершенно другие планы, поэтому для того, чтобы создать вот это разницу, частот, я и показал, что нам хотят сделать из нас вот этих, скажем, червеловесов, тяжелых людей. А мы очень воздушные. Поэтому сейчас идет как раз период нашего, скажем, вот этого, знаете, освобождения от вот этого физического, физической нагрузки как таковой. Поэтому сейчас и атом водорода меняется, он становится легче, и мы становимся более светлыми. И вот это, наверное, тот самый выход на новые вибрации, потому что мы должны принимать более высокие вибрации, чтобы выжить вот в этом более высоком мире. И кто нет, попадают туда, уходят туда вниз. Сейчас закончу. Значит, у меня времени больше нет. Все, пожалуйста. Можно? Посудовольствуем, конечно. Не, ну если вы хотите два слова завершить. Я хотел бы, я просто поскать, что я додайте. Можно вопрос? Значит, мы должны суть в глубину на более тонком плане. Мы должны жить там. Вот скажите, пожалуйста. Леонид. Можно вопрос, Леонид? Да. Вот где-то месяц назад встречался с Политаевым, оркестром. Да, да, он был. Да, и разговор, меня интересует только один вопрос. Не могу найти, с кем делать дело. Как, чтобы начало работать деревня Мостка? А он сам будет работать, потому что... Он не будет работать. Я знаю, про что я говорю. Я понимаю, мы сделали эти эксперименты, и, скажем, наш... Вы готовы начать работать в этом плане? Это можно сделать. Можно посмотреть? Конечно. А почему вы... Это 23 книги. А у меня каждый раз много лекций. Так раз. Почему сейчас вы его не применяете? Что? Древний мозг. А я вам показал сейчас древний мозг. Что это такое? Ну я вам покусил на что такое. Я вам скажу такая вещь. Мы делали когда эксперименты, у меня 23 книги. И вот мы с Акимовым, Анатолием Евгеньевичем, это, скажем, корифейтерсионной технологии, двумноучительным. Мы делали такой эксперимент. Давали тему. Это только маленький кусочек. Сейчас не буду говорить о том, как открывается это все. Маленький кусочек. Давали, значит, тему. Так, 10% скажем так, у нас работает мозга. Нам надо раскрыть. Каким образом? Дали тему живая земля. Открылась. Все есть зафиксировано. Это все запробировано и так далее. Открылась 40, ну почти там 50% мозга. Значит, включилась. Вот так вот. У вас работает древний мозг, сонный мозг. Но не древний мозг, а сейчас. Там вы включаете его, как сонный мозг. Ну, он у вас сейчас не работает. Ну, значит, терминология у вас другая. А когда мы дали живую вселенную, вот открылась почти 90%. Да, потом это выключается, но человек начинает рисовать, писать там песни и прочее. Вот это открывается. А то, что терминология древний мозг или какой-то сон, да он спит. Правильно, это древний мозг. Но он раскрывается. И мы сейчас будем раскрываться, и мы будем работать. Ну, так вы сейчас такие шедевры сделали. Это просто... Спасибо. Спасибо. Древний мозг сегодня уже только частично, потому что атом водорода изменил свою... Я сказал, да. И поэтому меняются совершенно качества и частоты. Да, и терминология. Ну, слушайте, ну, атом водорода никакого отношения к сознанию не имеет. Вот, вот видите, вот это древний мозг. Атом водорода имеет потоки, потоки. Все, спасибо большое. Это химическая единица. Спасибо. Может, очень много говорить, но когда я сыграл, вот даже все люди, скептики, не скептики, все совсем на свои места становится. Спасибо большое. Вот они, какие споры. Вот именно. Да, музыка не дает споры. И не надо. Сыграйте еще, пожалуйста. Ну, сыграйте еще. На бис, на бис, да. Спасибо. Что-нибудь из древнего мозга сыграйте. Жизнь. Можно и музыки сыграть. Я сейчас последний концерт, который мы сделали в спектакль «Мы из России» 9 февраля был. Это объединило очень много направлений и всего прочего. И там я играл композицию «Жизнь». Ну, на синтезатор светом, светом, лазером и так далее. Все, кто хочет посмотреть все это, есть у меня свой канал «Звездный маэстро». Набираете и смотрится. Там очень много всего, что сделано. Потому что я записал 200 альбомов, провел более 3000 концертов по всем странам. И практически там Европе, и Калифорнии и так далее. Поэтому очень большое творчество, очень большое, скажем, во всех направлениях, начиная от науки, кончая, скажем, там, поэзией и прочее, прочее. Поэтому там все это есть. Я буду очень рад, что все будет смотреть. Жизнь. Очень спокойные. Это успокоящая ситуация, которые мы здесь. «Звездный маэстро» «Звездный маэстро» «Звездный маэстро» « Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok